Поговорим о питодоши и о питании, которое подходит для того, чтобы скорректировать повышенную питу у любой доши в коротком промежутке времени или глобальное по питанию для питодоши, который родился с такой конституцией. Вы уже много знаете о том, как работает и как выглядит человек такой конституции. Сейчас хочется привести некоторые примеры, помимо того, что будет в конспектах, относительно того, какие же продукты в целом подходят для такого питания. К избытку питы и дисбалансу питы приводят следующие, например, действия. Слишком много красного вина, мяса, агрессивные тренировки с весами, очень много конкуренции как на работе, так и в спорте, споры и другие агрессивные виды активности. Много солнца, много кофе и другие стимулирующие вещи. В этом случае, скорее всего, человек будет более агрессивным, более нервным, легко возбудивым. Как же помочь своей пите вернуться в здоровое прекрасное состояние? Ведь именно пите характерно великолепное пищеварение. Если мы имеем дело со слишком высокой питой и со всеми вышеперечисленными признаками, то можно помочь и следующим образом. Нужно долго гулять вдоль прохладных водоемов, стараться избегать саун, активности агрессивного характера, исключить по возможности алкоголь, особенно красное вино и крепкий алкоголь, красное мясо, кофе и другие стимуляторы. Предпочитать мягкие пастельные тона даже в одежде и в окружающей обстановке. Стараться не быть на солнце во время зенита. Пита дошек 12 часам дня, если все правильно организовано, имеет не просто голод, а зверский голод. И это очень хорошо. Вкусы, как мы уже знаем, исходя из того, из каких элементов они состоят для питы, подходят больше всего сладкий, горький, вяжущий. И списки этих продуктов, опять же, есть в конспектах. Но, например, чем может отличаться глобально питание пита доши? Это люди, которые могут себе позволить сырое. Это люди, которым точно не стоит есть кашеобразное, пюреобразное, потому что это просто проскочит и никакой пользы не принесет. Это недостаточно хорошо займет их пищеварение. Это люди, которым при определенных обстоятельствах можно употреблять мороженое. Сладкое, кстати, молочное. Потому что молоко также благоприятно для пита доши. Это, конечно, не является основным продуктом, но, тем не менее, допускается. Кроме того, если речь идет о фруктах, то это должны быть какие-то сладкие, спелые фрукты, либо должны быть очень крепкие фрукты, которые не до конца, может быть, доспели, чтобы занять пита дошу перевариванием этого сложного продукта. Специи, конечно, это доши, которые могут себе позволить меньше всего специи для регулярного употребления, потому что они все в целом обычно направлены на то, чтобы повысить пищеварение, повысить тем самым как бы питу или помочь вате согреться. Поэтому для пита остаются такие поддерживающие мягкие специи. Это может быть кардамон, это может быть фенхель, это кориандр, конечно же, самая главная специя пита. Это алоэ, это кокосовое молоко и другие приятные продукты. Для десертов для питы доши прекрасно подходит, конечно, розовая вода, которая точно также смягчает и охлаждает. Молоко с шафраном замечательный продукт для питы, причем именно не козье. Для питы доши как раз очень хорошо коровье молоко, ну или кокосовое. Что касается состояния повышенной питы и их связи со спортом и вообще активностью, то, конечно, в таких состояниях человеку стоит слегка снизить конкурентные виды спорта и в целом даже на работе стараться меньше конкурировать и больше как-то себя смягчать, когда есть ощущение, что пита вышла из-под контроля. Продукты, которых стоит избегать людям врожденным питой конституции для регулярного употребления или тем, кто хочет скорректировать свою питу высшую из баланса, это, конечно, красное мясо, крепкий алкоголь, красное вино, баклажаны, томаты, вот такие вот вещи. И выбирая между, скажем, красным мясом и белым, выбирать белое, между морской рыбой и озерной рыбой, которая водится в пресной воде, выбирать рыбу из пресной воды. Морепродукты, в принципе, к сожалению, при всей их популярности и любви к ним нарушают, как правило, все три доши, поэтому их можно, если и потреблять, это только в качестве удовольствия и с поправкой на то, что они выводят из баланса, в принципе, все элементы в организме.